В колледже индустрии питания, туризма и сервиса состоялось заседание управляющего совета. Темы реализации федерального проекта «Профессионалитет» образовательный кластер создают на базе Киптис. Что предполагает новая форма обучения? Альбина Ламкова продолжит. В России не хватает рабочих рук, а промышленникам постоянно нужны квалифицированные кадры. И это проблема, поэтому для ее решения создали новую форму обучения «Профессионалитет». Эта экспериментальная модель профессионального образования заключается в подготовке конкретных кадров, те, что необходимы производственным предприятиям. Для нашего субъекта сфера туризма особенно актуальна, потому колледж индустрии питания, туризма и сервиса обучит шести специальностям в этом направлении. Как будет проходить реализация проекта, обсудили на первом заседании управляющего совета. Предстоит большая работа, отметила в ходе рабочей встречи министр образования и науки Корчаева-Черкесии Инна Кравченко. Именно грант в этом году выиграли по направлению туризм и сфера услуг. Это тесное взаимодействие работодателей, предприятий, партнеров, образовательных организаций среднего профессионального образования непосредственно. Корректируются учебные планы под заказ работодателей и готовятся специалисты, которые необходимы сегодня данной сфере или данной отрасли. Ускоренный процесс обучения, переподготовка и повышение квалификации всех педагогов и мастеров, которые задействованы в данном направлении, оснащение материально-технической базы, ведется обновление в рамках получения данного гранта. Работа в реализации программы профессионалитета уже идет в этом деле. Колледж индустрии питания и сервиса отлично справляется, определили члены управляющего совета. На данном этапе ведут координацию процесса, чтобы выполнили работу в соответствии с дорожной картой в строго обозначенной сроке. Директор колледжа индустрии питания и сервиса Виктор Китауф представил отчет о том, как ведется работа в реализации проекта, поблагодарив всех за сотрудничество. Сегодня мы все с вами прекрасно понимаем, что стратегическим направлением нашей страны по развитию системы среднего профессионального образования является переход на практико-ориентированную модель обучения путем создания образовательных кластеров в рамках федерального проекта «Профессионалитет», где работодатель становится одним из главных звеньев во всем процессе подготовки кадров. Виктор Китауф отметил, что первым и основным документом по формированию образовательного кластера стало соглашение о партнерстве. Рассказал, что сделали и на что нужно обратить внимание. Еще отметил, что колледж полностью готов в своих выступлениях представители средних учебных заведений и работодатели отметили положительные тенденции в совместной работе, взаимовыгодной деятельности организации образовательного кластера. Были озвучены возможные риски и пути их решения. Затем состоялся деловой завтрак. Встречу провели амбассадоры проекта «Профессионалитет» из колледжа индустрии питания и сервиса. Разговор состоялся в уютной и дружественной атмосфере. К нам пришли люди, которые добились определенных высот. Им есть чему подражать. Я хочу на их опыте научиться чему-то, сделать для себя какие-то выводы, чтобы впоследствии развиваться быстрее и добиться еще большего. Альбина Ламкова, Олег Малхожев, Вести, Корчаева, Черкесия.